Сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии начали штрафовать с помощью квадрокоптера. Сейчас на территории республики проводят профилактическое мероприятие с их использованием. Цель одна – поддержание дорожно-транспортной дисциплины и ее стабилизации на территории региона. Альвина Ламкова об эффективности летательных аппаратов. В России количество дорожных камер стремительно растет из года в год. Более того, комплексы фото- и видеорегистрации регулярно модернизируются для учета еще большего количества правонарушений. Сами камеры различаются по функциональности и даже по внешнему виду. Однако самыми экзотическими мобильными комплексами являются квадрокоптеры ГИБДД. Они дежурят на региональных и федеральных автомагистралях, снимают нарушения на фото и видео, фиксируют несоблюдение правил с высоты птичьего полета и передают все данные ближайшему экипажу ДПС. Те, в свою очередь, принимают меры. Например, останавливают нарушителя и выписывают ему штраф. Фадрокоптер оказывает нам очень посильную, неоценимую помощь в пресечении и выявлении административных правонарушений в сфере ПДД. Потому что с его помощью можно отследить те моменты, которые для человеческого обзора недоступны. А квадрокоптер в силу введения высокой точности съемки помогает отследить эти моменты и очень помогает в работе ГИБДД по пресечению административных правонарушений. Как часто вы используете квадрокоптер? Достаточно часто. Сотрудники госавтоинспекции говорят о том, что идет постоянный анализ причин дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии на дорогах происходят из-за выезда на полосу встречного движения. Для минимизации таких нарушений, а также повышения водительской дисциплины, было принято решение о применении квадрокоптеров. В ходе полетов экипажи ДПС отрабатывают порядок фиксации нарушений с помощью летательного аппарата. В частности, выезд на полосу встречного движения. Фиксируют правонарушения, такие как выезд на полосу предназначенного для встречного движения, нарушение правил пресечения проезжей части пешеходами, также нарушение требований законодательства Российской Федерации водителями уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движения. Когда техника видит нарушение, она сохраняет видеозапись на жестком диске оператора. В ней обозначена марка и модель автомобиля, а также его регистрационный номер. Сотрудники ГИБДД на земле ловят автомобиль и показывают водителю запись нарушения. Это видео также приобщают в качестве доказательства к протоколу. Ему наглядно показывают, что он действительно нарушил, и вот эту всю картинку, когда он внутри города, проезжая, возможно, даже с допустимой скоростью, но не пропускает пешехода, который непосредственно близко от него переход через поезжую часть, он понимает, что еще немного и, возможно, могло случиться дорожное происшествие. Потому что человек, по крайней мере, мы надеемся на то, что человек будет уже в следующий раз серьезнее относиться к этим правилам дорожного движения, к таким основополагающим, казалось бы, простым, и не будет допускать уже впредь таких нарушений ПДД. Действительно, большинство аварий произошло из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Многих трагедий можно было бы избежать, уверен Заур Капушев, соблюдая автовладельцы, как минимум, правила обгона и скоростной режим. Нарушители такого рода и надеются выявлять с помощью квадрокоптера. В дальнейшем уже будем чаще работать именно с применением квадрокоптера. Будем стараться охватывать не только город Черкесск, но и районы республики. В общем, будем акцентировать внимание именно, повторюсь, на выявлении грубых нарушений правил дорожного движения, которые способствуют зачастую возникновению дорожных происшествий, в том числе и с пострадавшими лицами. То есть тот же выезд на полосу предназначенного застречного движения, нарушение правил проезда перекрестков. Во время профилактического мероприятия с помощью квадрокоптера ни один нарушитель не остался незамеченным. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести, Корчаево, Чакесия.